Итак, мы продолжаем наш разговор об очередном торе российского чемпионата. С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы сосредоточиться на первом матче субботней программы. ЦСКА гостил в Самаре у местных крыльев советов, и, вы знаете, абстрагируясь даже от результата, хотелось бы сказать, что армейцы своей игрой, конечно же, разочаровывают. И следует признать, что кризис игровой, который наметился у ЦСКА уже достаточно давно, сейчас продолжается, и, знаете, вот зимняя пауза, которая потихонечку подходит, она все-таки на руку армейцам, потому что явно команда просела и физики, и функционалки, и в остроте своей игры, и нужны какие-то изменения, в том числе на трансферном рынке, а, возможно, произойдут изменения и в тренерском штабе. Но это уже дела будущего, а мы пока сосредоточимся на матче ЦСКА и крыльев советов. Как играли одни, как и играли другие, давайте это обсудим, и, конечно же, сделаем свои выводы из этой встречи. Ну и начинаем мы со стартовых составов. Давайте пробежимся по ЦСКА. Армейский клуб в этой встрече избрал схему в три центральных защитника. Следует отметить, что в последнее время команда все-таки ротирует схемы и периодически меняет свои расстановки. Здесь в центре защиты вышел Биел, Набабкин и Дивеев. В принципе, наверное, на данный момент самая сильная связка трех центральных защитников, потому что Магнусона нет. Фукс, ну, Фукс это уже какой-то анекдот, ходящий, а не игрок. И черт знает, чего от него вообще ждать. Поэтому здесь лучшие силы отрежены были в оборону. На флангах Фернандес справа, слева Обляков. Вот так вот продолжаются эксперименты на левом фланге. Не от хорошей жизни, конечно же, но, тем не менее, Обляков для позиции крайнего защитника это футболист скорее атакующий, нежели оборонительный. В центре поля связка Мухин, Зайнудинов, Ахметов. То есть киргиз, казах и плюс Мухин. Ну, русский, но зато трудолебривый, как настоящий таджик, в хорошем смысле этого слова. Ну и в атаке заболотный плюс Эджуки. Мощный форвард и более подвижный. В принципе, состав сам по себе логичный и понятный. И, в общем-то, здесь все вроде как грамотно, но нет какой-то творческой искры. И именно это, на мой взгляд, в первую очередь било по ЦСКА в этой встрече. Они много владели мечом, но с созданием опасных моментов были такие колоссальные проблемы, что дальше некуда. И неудивительно, что сразу после перерыва в центре поля вывели Загоева. Ну, потому что, строго говоря, Ахметов, Мухин, Зайнудинов. Ну, кто здесь должен креативить? Мухин чистый стоппер, чистый разрушитель. Зайнудинов универсал, но он, если говорить об атаке, ближе к флангам. Ахметов? Ну, вот из Ахметова в этом году, как мне кажется, пытаются состряпать какого-то плеймейкера. Чуть ли не замену Влашичу. Но, по-моему, это настолько наивная затея, что дальше некуда. Да, Ильзат в свое время играл ближе к атаке. Даже форварда играл в Казанском Рубине. Был такой момент. Но, опять же, это не говорит о том, что он способен быть футболистом формации Николы Влашича. А от него, по-моему, что-то подобное требует. На мой взгляд, это попытка, знаете, забивать шурупы молотком. То есть, здесь совершенно неуместное применение футболиста. На мой, опять же, вкус. Ну, да ладно. Давайте сосредоточимся на крылышках. В воротах Ломаев в центре защиты Чернов и Бегич. Да, тот самый Чернов, который в свое время считался одним из главных талантов ЦСКА. Вызывался еще 18 лет, по-моему, Фабио Капелло в сборную России. Но в ЦСКА так и не раскрылся. Увы и ах. На флангах зато играют такие люди, как Бейл. Правда, не Валиец Бейл, а немножко другой. Но, тем не менее, Зефан на другой бровке. Пруцев и Иванесеня в центре поля. На флангах атаки Ежов и Зиньковский. Ежов вызывался в сборную Зиньковского. Многие ждут в сборной России. В общем, фланги очень крутые здесь. Ну и впереди Глушенков плюс Саравели. Кого не хватает? Ну, конечно же, Сергеева. Сергеева, футболиста сборной, которого оставили на скамейке запасных. Ну, вот, любопытный такой, знаете, ход. Но в нем, возможно, был какой-то смысл, чтобы во втором тайме добавить остроты у ворот ЦСКА. Впрочем, ее и в первом тайме, в общем-то, хватало. Потому что здесь армейцы, но они как-то просто не вошли в первый тайм. И это было ужасно. От Ковенгай в исполнении ЦСКА. То есть, да, они играли первым номером. Там 50-20 с чем-то процента владения было в первом тайме. Но по ударам здесь колоссальнейшее преимущество на стороне Крылышев. Просто огромное. А самое главное, опасных моментов куда больше создали именно крылья Советов. И здесь следует выделить несколько основных векторов. Во-первых, это, конечно, фланги. Ежов и Зинковский на бровках зажигали. Да и Зефан с Бейлом подключались. В общем, здесь на флангах, как мне кажется, крылья очень удачно использовали особенности своей схемы. Потому что, обратите внимание, у ЦСКА каждая бровка фактически отдана на откуп одному футболисту. Марио справа, Обляков слева. А вот у Крылышек есть и активные крайние защитники. И плюс к этому крайние хавбеки, которые максимально заострены на то, чтобы, так скажем, действовать за спиной у Марио Фернандеса и Облякова. Ежов и Зинковский постоянно пытались забраться за спину, открыться в свободную зону и там создать момент. В том числе момент на стыке между латералями ЦСКА и центральными защитниками, где периодически образовывались пустоты. Особенно в тех ситуациях, когда ЦСКА большими силами уходил вперед. Обляков и Марио, конечно, шли ближе к штрафной площади соперника. А за спиной оставались вот те самые пустующие зоны, в которые могли убегать Ежов и тот же самый Зинковский. А плюс еще и Глушенков мог при желании также смещаться на фланги. Поэтому здесь численное преимущество на бровках было создано и оттуда возникал один за другим опасные моменты. И просто посмотрите на тепловую карту крылышек, насколько здесь все затемнено и закрашено именно на флангах, насколько активно здесь действовали самарские футболисты. И, разумеется, именно эти зоны активности приносили большую часть опасных моментов за счет навесов, прострелов и так далее. Плюс, конечно же, стандарты. Стандарты не то чтобы являются какой-то козырной картой для самарцев, но они их умеют использовать. И вот здесь, несмотря на то, что ЦСКА в целом очень росла и мощная команда, и такие ребята, как Дивеев и тот же самый Био, они хорошо работают на втором этаже, но все-таки возникали моменты и со второго этажа, и со стандартов. И вот в результате здесь Акинфееву в том же самом первом тайме пришлось пахать в поте лица. Говоря по факту, крылья в первом тайме должны были забивать. Ну, да, понятное дело, что самое красивое это счет на табло, и за создание опасных моментов очки не начисляют. Но, говоря по факту, в первом тайме самарцы были намного ближе к забитому мячу, нежели армейцы. И стало понятно, что нужно что-то менять. Нужно что-то менять, и в результате первая же замена выходит на поле Алан Загоев. Ну, оно и понятно, потому что Ахметов со своим функционалом креативщика не особо справлялся. Ну, а потом, кстати, что характерно, на 71-й минуте, чтобы еще больше добавить креативности центру поля, появился на поле Бохинин вместо Мухина. Ну, то есть, опять же, замена с целью того, чтобы добавила здесь именно креативности в атаке, креативности впереди. Ну, и что характерно, Бохинину хватило всего нескольких минут для того, чтобы забить мяч с передачи Эджуки. Вообще, следует отметить, что вот этот изначальный план ЦСКА, который я критиковал, с этой тройкой центральных Афбеков, он совершенно не сработал. Зато появление на поле Загоева и Бохинина, конечно же, несколько изменило расстановку сил. При этом хотелось бы отметить Эджуки, который в первом тайме соорудил самый опасный момент и здесь, собственно, помог Бохинину создать вот эту голевую ситуацию. Эджуки здесь показал свой дриблинг, сделал хорошую передачу, Бохинин забил. То есть, в принципе, замена сработала, но обратите внимание, вот этот гол, он сам по себе вышел не из какой-то суперкомбинации, опять же, из индивидуальных действий футболиста. То есть, у ЦСКА по-прежнему серьезные проблемы с тем, чтобы создавать моменты, с тем, чтобы создавать опасные ситуации. И это, конечно, несколько озадачивает. Разумеется, не только ЦСКА во втором тайме использовал замены. Крылья также вводили в бой свежие силы. В первую очередь, как я уже сказал, Сергеев появился на поле вместе с Цыпченко. Они заменили Глушенкова и Сорвеля, и это произошло на 67-й минуте. Крылья пытались переломить ход встречи, но, как мне кажется, вот этот гол, пропущенный в середине второго тайма, он как-то надломил команду. И в результате игра самарцев просто рассыпалась. Как итог, вот эти свежие нападающие, они просто не вошли в игру, потому что снаряд до них практически не доходил. И хотелось бы отметить показательную статистику к вопросу о том, что самарцы рассыпались после пропущенного мяча. Если мы посмотрим эпизод после голешника Бохинина, то здесь, да, самарцы уже больше владеют мячом, оно и понятно, им нужно отыгрываться, но по ударам 1-5 в пользу армейцев. Поэтому в концовке уже, напротив, ЦСКА создавал моменты и был ближе к тому, чтобы забить второй гол, нежели самарцы к тому, чтобы отыграться. В общем-то, у крылышек даже финального штурма какого-то толком не вышло. Поэтому здесь хотелось бы в очередной раз напомнить, что Крылья Советов это интересная, яркая команда, но слишком молодая и слишком нестабильная. И вот здесь мы видим яркий пример, что вот эта молодая, дерзкая команда, получив пропущенный мяч, просто вот как-то растерялась. Такое бывает, но, на мой взгляд, это вопрос, так скажем, роста и прогресса. Это болезнь роста. Они упустили свои моменты в первом тайме, упустили кучу опасных ситуаций, а потом пропустили мяч и не знали, что делать. Такое тоже бывает, но в любом случае самарцы в этой встрече смотрелись даже симпатичнее, чем ЦСКА, который добился победы. Ну а для армейцев это очень важная победа с психологической точки зрения, хотя по игре, конечно же, очень много вопросов остается к ЦСКА. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!